Когда самое большое количество денег втекает в биткоин и во всю индустрию в целом, альткоины начинают расти. Биткоин начинает расти с растущей доминации альты. Это лишь значит, что заинтересованность высокая, а люди покупают все подряд. И покупают биткоин. То, что на самом деле представляет из себя альтсезон, так это сколько на самом деле интереса присутствует в крипто. Так что это, ребят, хорошо для всех. Хорошо для всех. Во вчерашнем видео, ребят, мы с вами обсудили то, как Герри Генслер подтвердил, что процесс одобрения спот эфир ETF-а, цитата, «все идет гладко», «процесс идет гладко». Мы также с вами обсудили, что как только эфир ETF будет одобрен, то, скорее всего, это приведет к большему листину гальткоинов на Уолл-стрит. И сегодня эти слова подтвердились. Ведь Ванок официально подал заявку на регистрацию Солана спот ETF. И я уверен, что биткоин-максималисты, которые смотрели вчерашнее видео, не особо были рады от моих слов. Ребят, но на этом канале мы пытаемся разобраться, по какому сценарию наиболее вероятно пойдет будущее. И когда я говорю такие вещи, это значит, что я на самом деле так думаю. Более того, Верховный суд посчитал, что применяемый сек внутренний судебный процесс, назначая штрафы, является неконституционным. Это последовало за тем, как Coinbase официально подал в суд, на сек и Федеральную корпорацию по страхованию вкладов. Официально обвинил регуляторов в попытке выдавить криптоиндустрию. Так что свежие новости по теме крипто довольно горячие. Еще на этом канале мы с вами обсуждаем пробитие параболического тренда. Ведь теперь он больше не экспоненциальный. Мы получили немного восходящий низ, нарушивший тренд. Но вкратце я сгруппирую и повторю свои мысли, чтобы никто ничего не упустил. Параболический тренд был. То, о чем мы говорили на этом канале на протяжении последнего года, на самом деле отыгрывало. Восходящие низа были экспоненциальными. И это и есть параболический тренд. Но мы его сломали. Мы не получили финиш, описанный в учебнике. Мы нарушили тренд после базы 4. И из-за того, что мы сломали тренд на базе 4, у нас не образовался вертикальный пробой. Теперь вероятно, мы не увидим вертикальное падение. И мой здесь вывод в том, что биткоин застрял в зоне исторического максимума. И это, так сказать, диапазон исторического максимума выступает новым уровнем поддержки. Скорее всего, мы пойдем в консолидацию в этом диапазоне. Перед тем, как пробиться. И пока мы консолидируемся, это позволит альткоинам перехватить эстафету. Вероятно, что альтсезон уже вот-вот начнется. И причина, почему я пришел к этому выводу, заключается в том, что биткоин нарушил параболический тренд. Он идет в боковике в данном диапазоне, консолидируясь. Тем временем, лидер альткоинов, эфир, на самом деле находится в экспоненциальном тренде. И вероятно, это и станет тем моментом, когда альткоины догонят биткоин. История, которая шла в ногу с биткоином с начала 2023 года, была в том, что BlackRock подает заявку на ETF, и те будут одобрены, халвинг. Все эти события привели к тому, что мы получили. И теперь пора эту историю поменять. По сути, Гарри Генслер подтверждает, что процесс одобрения ETF идет гладко. Теперь история включает не только лишь один биткоин, но также и эфир. И, естественно, в виде продолжения она пойдет и на другие альткоины, как и вот этот заголовок. Возвращаясь к эфиру, на недельном графике, как мы и обсуждали с вами вчера, эта свеча вчера была красной, но, скорее всего, она станет бычьим молотом. То, что мы говорили с вами вчера, и вот, пожалуйста. Также мы говорили о том, что доминация биткоина также начнет сокращаться. И, глядя на недельный график, мы видим, что она падает. Помимо того, что мы увидели нисходящий низ вчера, мы также нарушили и тренд. Мы также видим нисходящие верха. А эфир, опять же, находится на замечательной траектории здесь, пока биткоин выглядит в баквике. И, вероятно, что доминация биткоина начнет затухать, что исторически инициировало альтсезон. Мы с вами находимся в идеальном месте, упираясь в многолетнюю макролинию сопротивления, где обычно и начинается альтсезон. И все это вместе выглядит логично, верно? Если что-то идет как утка и говорит как утка, вероятно, это и есть утка. То есть это то, как мы в настоящий момент это видим. Но, возвращаясь к паре эфира к биткоину, мы с вами видим, что у эфира образовался замечательный толчок в сравнении с битком. И сейчас мы с вами упираемся в трендовую линию, линию сопротивления. Тренд сопротивления, который берет свое начало с августа-сентября 2022. Это долгий даунтренд. И сейчас мы приближаемся к макро-бычьему развороту для пары эфира к биткоину. Но вернемся к биткоину. Мы с вами видим, что мы достигли зоны перепроданности в дневном RSI. И, как мы уже обсуждали в предыдущих видео, достижение этой зоны в RSI является сигналом для более крупных игроков, для играющих в долгую, наиболее уверенных людей с деньгами, что биткоин перепродан, и для всех этих игроков это точка, где они закупаются. Обычно в этой зоне перепроданности мы не проводим слишком много времени. А также биткоин на дневном графике показывает восходящие низы и нисходящие низы на RSI, что называется скрытой бычьей дивергенцией, который сейчас начинает отыгрывать. Еще один крупный сигнал на дневном графике для биткоина — это даунтренд линии RSI и пробитие этой даунтренд линии RSI. Это один из распространенных сигналов, которые биткоин использует для ознаменования пробоя. И последний раз, когда у нас был крупный пробой на дневном RSI, посмотрите, он отмечен прямо здесь. Тогда у нас и образовался крупный пробой вверх, отправив нас с 42 тысяч прямиком до 70 тысяч. В момент, когда последний раз мы получили такой сигнал пробития, был здесь, биткоин также начал тренд движения вверх. Все эти сигналы очень убедительные и очень полезные. Они всегда появляются перед крупным пробоем вверх. Так что биткоин на дневном графике в настоящий момент далеко от образования пробоя на RSI. И вот почему я говорю о возможности или от скорее в вероятном сценарии, того, что биткоин скорее всего образует боковую консолидацию в данном диапазоне, перед тем, как прорваться вверх. И это становится довольно очевидным, глядя на RSI. Обычно для этого приходится немного постараться, чтобы достичь уровня в 50. Вероятно, в этом месте мы встретим сопротивление, спустимся вниз, а затем, примерно в диапазоне августа-сентября, примерно вдоль этих линий, биткоин был фантастический предыдущий год или больше. Просто на это может у нас уйти немного времени, чтобы достичь этого пробития RSI. Мы пока что полным ходом переживаем эту зону перепроданности, и на это, ребят, может уйти некоторое время. И пока все это происходит, ребят, формируется великолепный сетап для альткоинов. Вот почему я об этом рассказываю. Биткоин находится на диапазоне исторического максимума, что, вероятно, будет фантастическим для рынка альткоинов. И, наконец-то, они могут догнать. Возможно, многие люди сейчас думают, что «Почему биткоин не растет? Что с ним не так?» Да какие бы у вас здесь мысли не были, люди всегда говорят нечто подобное. Запомните, это 10 или 11 неделя после халвинга. И обычно на это уходит от 30 до 40 недель. После халвинга, чтобы биткоин начал свой тренд над историческим максимумом. В прошлом это не было сразу. Так что сейчас биткоин находится в отличном месте. 10 недель спустя халвин, консолидация на уровне предыдущего исторического максимума. Возможно, готовится пробить исторический максимум в ближайшие пару месяцев. Так что у нас все в порядке. А также, говоря об рынке альткоинов, это Total 3. Это капитализация рынка альткоинов. Посмотрите, мы находимся на абсолютно той же структуре, что и в прошлом цикле. У нас была вершина, нисходящая вершина, массивный дамп в зону накопления, с пробитием сопротивления, за которым последовала консолидация. И возвращаясь к тому, где мы сейчас, вершина, нисходящий вверх, крупный слив и зона накопления, пробитие сопротивления и консолидация. Сетап является абсолютной копией предыдущего цикла. Но это еще не все. Тайминг также от вершины до зоны накопления примерно 140 недель. Если мы замерим от последнего исторического максимума до того, где мы сейчас, это примерно 138 недель. Ну то есть, все буквально по расписанию. Все хорошо идет по плану. Единственное, что в этот раз было по-другому, то, что достижение биткоинов исторического максимума было раньше, чем это происходило обычно. Но биткоин движется в направлении исторического максимума, и обычно на это уходит от 30 до 40 недель после халвинга. Так что, ребят, все идет по плану. Никакого криминала. Альткоины с высокой капитализацией Солана, Чейнлинг, Айпекс. Все они выросли с октябрьских низов. Все топовые монеты Avalanche значительно выше низов октября. Чейнлинг значительно выше октябрьских низов. Солана значительно выше октябрьских низов. BNB, Binance Coin значительно выше октябрьских низов. То есть, у всей топовой альты дела в порядке. Высококапитализированная альта, по крайней мере, уверена, низкокапитализированная альта, ну так себе. Но я думаю, что сейчас как раз то время, чтобы все начало меняться. Я думаю, что мы с вами начнем наблюдать, как в альту будет переключено больше интереса. Пока доминация биткоина падает, пока биткоин, скорее всего, продолжит двигаться в боковике, консолидируясь в этом диапазоне. Поэтому это является местом в рыночном цикле, где происходят временные переключения на другие активы. Я так думаю, конечно, я могу ошибаться, но, по крайней мере, это для меня выглядит очевидным. После чего биткоин снова возглавит путь, как только будет готов. Все сместится в биткоин, затем произойдет смещение обратно в альткоины. И это всегда будет танцем, это то, как работают рынки. Ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, и если это так, то обязательно поставьте под этим видео лайк. Напишите бесценный комментарий, а также подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. А также в конце, но не в последнюю очередь, не забудьте подписаться на канал наших друзей Блавла Крипто, которые и делают этот перевод. Ребята делают годную аналитику, а еще туда переехал ваш любимый Ньюсблог. Всем спасибо, увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok